В основе детей надо воспитывать, говорит, то есть имеется в виду детей, то есть как дочерей, так и сыновей необходимо воспитывать такими, чтобы они не боялись всяких джинов, да и необходимо, чтобы они постоянно прибегали за защитой ко всему. Они будут защищены от всяких джинов и они будут упавать на все уши Аллаха и в основе прибегать за защитой к Аллаху человек становится на самом деле он сильнее джинов. Человек на самом деле сильнее джинов. Туаляму дуаа мухтасар, дикер мухтасар, бисмиллах, лово якул бисмиллах, яфирра الشейтан, яхлак млабису, ляяра, ядхул хамам, кабл хамам, якул бисмиллах, ляра, наам. Необходимо научить их, например, краткое упоминание, например, слово бисмиллах с именем Аллаха, да. Все, это дикер произносит, все, ему не навредит джин. Например, хочет снять одежду, скажет бисмиллах, все, джин не навредит. Или хочет зайти в уборную, скажет бисмиллах, все, это будет защищен, да. Но в наше время просим Всевышнего Аллаха, чтобы он наставил этих людей. Некоторые бывают, что, наоборот, запугивают своих детей. Начинают запугивать их всякими джинами или какими-то сказками, да, начинают их запугивать, но... И бывает, что это запугивает, и ребенок, он как будто заболевает. Он начинает заболевать. И как в Куране, наоборот, установлено, что человек, наоборот, если когда боится джинов, наоборот, страх, он, наоборот, увеличивается. Он увеличится, они начинают на него больше нападать, да. Халас сахаба, разуманаллах, алейхум, раббул аулада, аля хавф мина джин? Нет. Например, сподвижники, да будет, давали имя Аллах. Они разве воспитывали своих детей на том, что они запугивали их всякими джинами? Не было такого. Ахлал-джахили хумма الذина кану ябуду на джин и хавфу мина джин. И когда пришел в Ислам, аль-хамдилля, то есть, посредством того, что мы прибегаем за защитой ко Всевышшему Аллаху, наоборот, у нас появилась сила. Сила, и мы, уповая на Всевышшему Аллаху, мы, наоборот, обрели защиту, да, защищаемся. Ай-хум акуваль, джин или аль-энс? Теперь, кто из них сильнее, человек или джин? А. Инс. Инс, лимана? Человек, человек сильнее. Почему? Почему? Аль-энс акували, анна-хо, иза дакара Аллах, яфирр, аль-джин. То есть, человек сильнее джинов по той причине, что когда человек, он вспоминает о Всевышнем Аллахе, и вспоминает Аллаха, все, джин он убегает. И более, вот в наше время как бывает, что в основном это неверующие, бывает, что на них нападают джинны, потому что они не обращаются за помощью ко Всевышшему Аллаху, да, а мусульманин, аль-хамли, он обращается за помощью к Аллаху, и все, джинны, они убегают, да, отступают. Продолжение следует...